Привет, я Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное становится естественным. Моему гостю сказали, что ему осталось жить всего лишь 10 часов. Это было 34 года назад. Он горит тем, чтобы люди не умирали преждевременно. Когда он делится своей историей, происходят настоящие чудеса. Существует ли сверхъестественное измерение? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Моему гостю Брайан Уилсу было 22 года. Он был здоров, занимался спортом, был выпускником колледжа. До исполнения мечты всей его жизни, стать профессиональным теннисистом, оставалось чуть-чуть. Однако произошла трагедия. Он вырос в христианской семье, которая верит в чудеса. И в тот момент им очень нужно было это чудо. Итак, Брайан, что же с вами произошло? Однажды я оказался на больничной койке. В палату зашел врач, он собрал вокруг меня всю семью и сказал, «У меня для тебя плохая новость». Я как раз собирался ехать на чемпионат по теннису в Европе. Я долго к этому готовился. Но я почувствовал боль в цели, и поэтому обратился в больницу. Сначала врач подумал, что я просто переусердствовал на тренировке. Но затем они стали проверять мои почки. Через 9 дней он вошел в палату и сказал, «У меня для тебя плохая новость. У тебя очень редкая неизлечимая болезнь. Это рак почек». Этот вид рака встречается крайне редко. Он распространяется очень быстро. И, возможно, тебе осталось жить меньше двух недель. Когда опухоль обнаружили, она была размером с мяч для гольфа. Такой большой она была. «Опиши нам, пожалуйста, что происходило в тот момент с твоим телом». Это был вечер пятницы. Мы отпросились у доктора домой на выходные. Мы хотели, чтобы наша церковь помолилась за мое исцеление. Также мы хотели посетить служение, на которых евангелисты-целители могли бы за меня помолиться. Он сказал, что разрешает мне на выходные покинуть больницу. Но снова предупредил, что у меня осталось совсем немного времени. Я был уверен, что Бог исцелит меня в те выходные. Однако мне стало еще хуже. Намного хуже. Поэтому на следующий день меня перевезли в другую больницу. Одну из немногих больниц в мире, где лежат пациенты с болезнью рак четвертой стадии. Они снова измерили мою опухоль. И могу вам сказать, что на этот раз ее размер был гораздо большим. Она достигла диаметра 10,5 дюймов. Практически все мое тело, весь мой живот был раздут. Из-за того, что опухоль прогрессировала, я не мог нормально ни ходить, ни сидеть, и даже лежать. Из мяча для гольфа она выросла до баскетбольного мяча, я так понимаю. Да, и это всего за три дня. К тому же почка перестала работать, и другие органы тоже начали барахлить. Я таял на глазах. Меня поместили на 13 этаж больницы. Тогда я этого не знал, но позже оказалось, что на 13 этаж помещают пациентов, о которых говорят, он не жилец. Оттуда никто не выходит живым. Меня положили туда во вторник утром. Врач сказал моим родителям, что они могут начинать готовиться к похоронам, потому что я умираю. Он сказал, что к пятнице меня уже не будет. Когда мои родители это услышали, они вошли в палату, где мне делали анализы. Мама открыла Библию на 53 главе пророка Исаии, И она произнесла, «Чьим словам поверишь ты? Мы будем верить Слову Господа». Это хорошо, что она так сказала. Это хорошо, что вы знали людей, которых Бог исцелил. Но что происходило в твоем сердце, когда ты услышал, что тебе осталось жить всего-то ничего? Я лежал на кровати в своей палате и понимал, что все кончено. Я ощутил, словно я на футбольном поле. Конец игры. До свистка две минуты. Мне оставалось два тачдауна. Я понимал, что рак атакует мое тело, что он съедает меня изнутри. Я понимал, что мне осталось жить считанные часы. Для того, чтобы выжить, мне необходимо сверхъестественное вмешательство Бога. Я начал молиться, «Господь, если ты меня исцелишь, если ты выведешь меня из этой ситуации, я сделаю все, что ты скажешь, я поеду туда, куда ты скажешь, и буду говорить с теми, с кем ты велишь мне говорить». И когда я произнес эти слова, было такое ощущение, что в палату вошел сам Иисус. Я не видел его своими глазами, но я точно ощутил его присутствие. Бог сказал мне так, «Сынок, если ты пройдешь эти шаги, ты исцелишься. Ты пройдешь через огонь, но не обожжешься». Я услышал слово «шаги». «Шаги? Какие?» «Какие шаги?» Я понимал, что мне надо что-то сделать. Я спросил Господа, «А какие шаги я должен сделать? Скажи мне». И прямо в тот момент, когда я задавал этот вопрос, внутри себя я уже понимал, что это за шаги. Мне никто этого не говорил. Я сам понимал, что внутри меня есть непрощение к одному человеку. Это началось очень много лет тому назад, и это продолжалось. То есть, Бог сказал тебе, что если ты последуешь этим шагам, ты полностью исцелишься? Да. Ты считаешь, что каждый, кто последует этим шагам сегодня, может исцелиться? Да? Да. Когда Дух Святой указал тебе на непрощение в твоем сердце, что ты предпринял в тот же момент? Я начал рассуждать в голове. Но, Господь, это было так давно, я даже не помню его номер телефона. И в этот момент в голову пришли цифры. Я понял, что вспомнил его номер. Я понял это по коду штата, в котором он живет. Я нерешительно набрал этот номер, и, к моему удивлению, я услышал на той стороне голос именно того человека, с кем я должен был поговорить и примириться. Я лежал и ощущал, как меня наполняет Божий мир. Через несколько часов в палату пришла медсестра. Она удивленно воскликнула. «У вас заработала почка!» К тому времени моя почка не работала уже несколько дней. Это послужило подтверждением тому, что по мере того, как я буду выполнять шаги, которые мне скажет Бог, он будет проявлять ко мне свое исцеление, милосердие и сострадание. Именно так я начал исцеляться и восстанавливаться благодаря Божьим шагам, которые Он сказал мне сделать. «А каким был второй шаг?» Я спросил у Господа, «Каким будет мой второй шаг?» И Он напомнил мне, что последний год я работал, но не отдавал десятину. Помните, в третьей главе Малахии сказано, что если мы принесем десятины Богу, Он запретит пожирающему. Одно дело, когда я запрещаю пожирающим, и другое дело, когда сам Бог запрещает пожирающим. Я попросил родителей перечислить с моего счета мою десятину для церкви. Это был второй шаг. Третий шаг, который показал мне Бог, был из притчи. Это четвертая глава, двадцатый стих. «Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое, потому что они жизнь и исцеление для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Мы распечатали много стихов об исцелении и оклеили ими стены в моей палате. Я начал исповедовать эти местописания вслух, потому что жизнь и смерть во власти языка. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». А сколько раз ты исповедовал эти слова? Многие думают, что один раз сказали, и все, хватит. Сначала я просто исповедовал по несколько раз в день 117-й псалом, 17-й стих. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». И 102-й псалом, «Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя Его». Он прощает все беззакония твои и исцеляет все недуги твои. Но мама настояла, чтобы я начал исповедовать слово больше и чаще, потому что жизнь и смерть во власти языка. Следующим шагом было приказать раку оставить меня, покинуть мое тело. Я приказал раку засохнуть. Я сказал, «Рак, ты не можешь забрать мою жизнь. Я приказываю тебе умереть во имя Иисуса». Тебе оставалось жить буквально считанные часы. Ты приказываешь раку, но как ты справлялся при этом со страхом? Он, должно быть, атаковал тебя? О, да, первые 10 дней страх мучил меня. Я помню, что пик страха приходился на полночь. Я понимал, что нужно с этим что-то делать. Я включал свет и снова начинал исповедовать эти места Писания. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господня». Я провозглашал, я противостою тебе страх, ибо Бог дал мне духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Перед тем, как победить рак, я должен был победить свой страх. Мы как семья сражались с этой болезнью, исповедуя слово. Я начинал чувствовать себя все лучше и лучше. Это сильно удивляло врачей, потому что, по их прогнозам, я доживал свои последние дни. Они заметили, что мне стало лучше, и врач сказал, что пора снова сделать томографию. Нужно было посмотреть на опухоль снова. Они сделали мне томографию, и в тот день в шесть часов вечера врач зашел в мою палату. Его всего трясло. Я не преувеличиваю. Он сказал, что говорил со специалистом, радиологом, который делал мне томографию. И вот томография показала, что у меня вообще нет никакого рака. Даже намека на рак нет в моем теле. Я думал, мне долго и упорно придется сражаться с этой болезнью, и нужно будет провозглашать и верить. А оказалось, все так просто. Болезнь просто ушла. После того, как они не обнаружили рак, хотя до этого ставили неизлечимый диагноз и поместили в отделение для умирающих на тринадцатом этаже больницы, скажи мне, как твой врач попытался это объяснить? Конечно, наша семья была без ума от счастья, но врач сказал, подождите, не спешите радоваться, вы не понимаете природы этого заболевания. Сейчас может казаться, что рака нет, но он может вернуться в любой момент. Вот так он решил ободрить меня. в любой момент. Не слишком-то они тебя обнадежили. Быстро вернули в чувства и украли твою радость. Да, они все-таки посоветовали мне пройти химиотерапию, выписали семь лекарств. Мне сказали, что так будет только лучше, лучше для здоровья. Я так понимаю, это были экспериментальные лекарства. О, да. Ты можешь коротко описать, как ты себя чувствовал после этой химии. Я чувствовал себя просто ужасно. Это самое агрессивное лекарство. Химия лечит тяжелейшие формы рака. Я облысел, сильно похудел, меня тошнило, это был удар по моей иммунной системе. Я начал подхватывать разные болезни. Однажды я подхватил инфекцию, которая длилась три недели. У меня была лихорадка, температура под 40 градусов, я не мог встать с кровати, и все эти симптомы длились долгие три недели. Говоря о шагах, которые Бог сказал тебе предпринять, Он показал тебе силу смеха. Расскажи нам об этом. Да, Библия говорит, веселое сердце благотворно, как врачество, и радость в Господе подкрепление наше. Папа принес сборник шуток, и мы просто смеялись. В радости есть духовная сила. Однажды мне было очень плохо после лекарств. Я упал с кровати, и мне стало смешно. У меня была высокая температура, но тем не менее я начал смеяться. Я делал это нарочно. Дьявол, ты сделал так, что все выглядит, будто ты выиграл, но погоди, я выпишусь из больницы и буду ездить по всему миру, проповедуя Евангелие. Ты еще у меня получишь, ты сильно пожалеешь, что послал мне этот рак. У тебя было видение. Расскажи. Я увидел два кувшина с водой. В меньшем кувшине вода была мутной, а в большом кувшине вода была кристально чистая. Бог сказал мне, твое тело похоже на этот небольшой кувшин, в котором мутная вода олицетворяет болезнь или тяжелую ситуацию, а кувшин, что побольше, символизирует мое слово. Если ты начнешь лить воду из большого кувшина в маленький, то сработает закон замещения. Это есть омовение водой слова. И всякая болезнь в твоем теле исчезнет, когда ты начнешь вливать в свое тело мою кристально чистую воду. Итак, ты верно следовал тем шагам, которые Бог указывал тебе, пообещав, что если ты их выполнишь, ты исцелишься. так когда тебя выписали? Меня выписали в августе того года, сказав, что если рак не вернется через шесть месяцев, то я могу считать, что у меня больше нет этого рака. на тринадцатом этаже Брайан был единственным, кого оттуда выписали живым. Но и это еще не все. Впереди было еще большее чудо. Не пропустите, мы скоро вернемся. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. По окончании нашей программы будет дополнительное время онлайн, когда мой гость Брайан будет молиться о чуде для вас. Если вы не хотите пропустить этот момент, способный изменить вашу жизнь, по окончании этой программы войдите на сайт по ссылке на экране. Здесь сейчас царит такое мощное Божие присутствие. И когда Брайан будет молиться о вас, я верю, будет происходить сверхъестественное. Брайан, прошло шесть месяцев, ты вернулся в больницу, проверился. Думаю, они удивились, увидев тебя живым и здоровым. Да, через полгода я пришел, чтобы провериться. И когда я уже собирался уходить, мой врач остановил меня и сказал, в нашей больнице все только и говорят о вашем случае. Во-первых, вашему исцелению нет медицинского обоснования. И помните, те лекарства, которые мы вам выписывали, как это оказалось, эти экспериментальные лекарства вообще не помогают от этой болезни. Все это было в пустое. Кроме того, все остальные пациенты, которым мы давали эти лекарства, уже умерли. А выжили только вы. И тогда я понял, что это настоящая забота Господа обо мне, ведь Он сохранил меня и от болезни, и от этих лекарств. Все остальные, кому выписали эти лекарства, умерли. Все, у кого был такой же лейкемии, умерли. У тебя получилось исцеление в квадрате или даже в кубе. Итак, ты исцелен, полностью здоров, ты исполнен благодарности Богу и приступаешь к построению карьеры. Напоминаю, Брайан собирался стать профессиональным теннисистом. Итак, чем же ты начал заниматься после такого долгого перерыва? До болезни я мечтал стать профессиональным теннисистом, но пока я болел, мои приоритеты поменялись. Перед глазами стояли больные люди, которых я видел в больнице. Я помнил их страдания и то, что они умирают, не имея надежды. Стать теннисистом была моя мечта, но Господь проговорил ко мне и сказал, сынок, у меня тоже есть мечта, мечта о тебе. Моя мечта о тебе куда лучше, и она сделает тебя гораздо счастливее. Я согласился с Господом и, кроме того, там больница, я пообещал ему, что сделаю все, о чем он меня попросит. И с тех пор я посвятил себя исполнению Божьей мечты и Божьей цели для моей жизни. После моего исцеления я начал всем говорить о том, что со мной произошло. Потом мы с женой поступили в библейскую школу, несмотря на солидный вроде уже возраст. И с тех пор мы начали открывать много школ исцеления и комнат исцеления в разных местах в нашей стране и по всему миру. Ты горишь тем, чтобы люди... Это то, что он мне сказал, чтобы люди не умирали прежде временном. Это желание твоего сердца. Сейчас нас смотрят люди, которые получили неутешительный диагноз от врачей. Кому-то сказали, без операции вы просто умрете. У вас рак. Вы скоро умрете. У вас лейкемия. У вас больное сердце. У вас диабет. Они услышали очень печальный прогноз. Пожалуйста, обратись к этим людям и скажи им, что первое они должны сделать. во-первых, я хочу сказать, что прогноз, который вы услышали, это человеческий прогноз. У Бога совсем другое мнение. Я гарантирую, что Бог может сделать в вашей жизни то, что Он сделал в моей. Если Бог смог исцелить меня от неизлечимой болезни, забрать рак почек четвертой стадии из моего организма, если Он смог воскресить меня и дать мне новую жизнь, то я хочу ободрить вас сегодня. Мы служим одному Богу, и Бог, который исцелил меня, также может исцелить и вас. У Бога нет лицеприятия. Иисус пришел, чтобы даровать нам жизнь с избытком. Бог совершит чудо и в вашей жизни, а я хочу помолиться о вас. Поднимите руки и примите исцеление. Отец, во имя Иисуса, я молюсь о каждом, кто смотрит эту программу. Мы высвобождаем исцеляющую Божью силу, чтобы она хлынула в тела этих людей. Мы отменяем планы врага и проклинаем всякую болезнь в телах этих людей. Мы благодарим Тебя, Господь, за полное исцеление и за то, что Ты даешь мир в душе и здоровое тело каждому ребенку во имя Иисуса. Брайан посетил Ангел и пообещал, что всякий раз, когда Брайан будет делиться своим свидетельством, будут происходить чудеса исцеления. Брайан готов молиться о чуде для вас во время дополнительного онлайн-сегмента нашей программы. В это время Бог будет исполнять обещания, данные ему через Ангела. Поэтому заходите по ссылке, которую вы видите на экране. Мы будем ждать вас для исцеления. Смотрите в следующем выпуске. Независимо от того, какая у вас нужда, всем вам нужно сделать первый шаг. Вам нужно вспомнить, что вы ребенок Бога Отца, который исцеляет. Я не принимала это много лет. Я не знала, кем я была. Вы открыли двери царства и вошли. Бог дал вам ключи от дверей своего дворца, ключи от мира, исцеления и изобилия. Молитва это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН, сети «Это сверхъестественное», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное и доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. АСН, онлайн-сеть, это сверхъестественно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению АСН. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. АСН это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями, выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно. У Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. АСН онлайн-сеть это сверхъестественное. Теперь доступно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. свое чудо. Загрузите приложение АСН сегодня.